Всем привет, я Додо. Я Надя Дорофеева и вот такое начало юмористическое! Да! Ты успел посмотреть? Нет, я не смотрел, я посмотрел только выступления Нади и ее команды. А всю остальную игру я не видел, поэтому... Ты видел? Я не видел тоже. Тогда давай посмотрим, надеюсь посмеемся. Надеюсь, что сейчас мы посмотрим игру в Лиге Смеха. Целый выпуск. И там будет гораздо больше смешных шуток, чем в начале этого видео. Да. Поехали? Давай. Ага, составка, это неинтересно, поехали. Ага, они перематываются специально. Хотя они должны быть... Тебе нравится состав судей вообще на этот раз? Да, мне кстати нравится, что засидевшихся подобрали, но не всех. Да, не всех. Некоторых не смогли согнать. Вот, вот это мне всегда непонятно, это вот эта история с профайлами. Да. Почему команды смешные, вот даже очень смешные, не могут себе написать смешные профайлы? Потому что они их сами пишут здесь. Я говорю, часы украли. Часы украли. Я пока ничего не понял. Рассказывай шутку. Давай. Спросили который час у кавказца, у армянина. И чтобы посмотреть, который час у него надо побрить руку, понял? Спасибо, я понял. А чтобы сказать, нужно побрить лицо. Да. Новорожденные. У нас тихий час. Новорожденные? Да. Типа. Отлично. Ну, такой юмор. Дети, алкоголь, как говорится. Ну, близко. Все, все близко. Спасай команду. Давай, Жека. Да. А что мне нравится, что перестали обращать внимание на Олю? Да. Наконец-то. А вот у меня Олю. Как говорится. А, у них батл. Батл, батл, да. Какая отличная. Ну, такой юмор уже на уровне Пантамина. Это, конечно, мощно. Современно. У Жени есть секретное оружие. Это он сам. Он может делать все, что угодно. Даже говорить серьезные вещи и все. Это правда. Представляешь, если бы Женя играл в каком-то драматическом фильме. Серьезную роль. Говорят, что «Слуга народа» изначально был драматический фильм. Мы просто туда взяли Женю. Когда Женя пришел в драматическом комедии. И вот почему я так долго. Здали, пока Женя красиво споет. Вот почему. Прекрасное окончание. Хороший момент, кстати. Что мы поняли? Что это не окончание, братан? Никогда не закончится на хорошей шутке. Нет. Все. Да ладно, серьезно? Да. Нет, даже были какие-то финальные слова, потому что на бомбаре невозможно закончить, надо чуть-чуть как бы сказать. А ты участвовал уже? Нет. А у меня был очень смешной. Я видел, когда Буратино так был. Позитивно. Спасибо. Вот у них в команде мне больше всего нравится эта фраза. Да? Да. Эта команда мне очень понравилась, на фестивале вообще не реально. Ветераны космических войск. И мы смотрим, что кто-то в зале заскучал за драйвовой командышкой. Это классная рабочая схема. Вот что в юморе классно, знаешь, типа, если полный человек? Да. Это, конечно, типа, смешно. Полный человек и танцевальная музыка? Это сразу готовый номер. Как из Пятигорска. Помнишь Оля Картинкова, которая была полненькой? Потом резко похудела и как будто и юмор похудел. Да. Юмора меньше стало сразу. Частный офтальмолог Сергей Петрович Боженька. Частный офтальмолог Сергей Петрович Боженька. Боженька все видит. Хорошо. Вот что мне нравится, что у нас очень хорошо пропускают такие шутки. Добрый день. Можешь на житочек, будь ласка? Кто здесь в метро последний раз ездил? Да здесь! Даже в ул. Мы сегодня не подходим. Нет, даже не. Может прокатимся сегодня? Нет, спасибо. Я боюсь. И сейчас я вам расскажу, как получить 12 баксов в культуре. И по ходу по литературе. И по ходу по морде. Иди сюда! Это хорошо. Отлично. Отлично актуально. Причем два раза сработала эта тема. Да. А у тебя были романы у учителей? Ты знал? Нет. Это скрыто. Мне казалось, что у моих учителей не может быть романов почему-то. Недавно два учителя призналась. Ну, в смысле, моя классная... Не, не буду это говорить. Ну, короче... Ну, я знаю, одна учительница встречалась с учеником. Но вот это... О, это интересно. Ну, да. Но она была молоденькой. И как бы мы были... В каком классе? Ну, в 11-ом. А? Ну, типа нормально. 16-25 лет, что-то. Вообще, это... Приставки на телевизоре, чтоб кинескоп не сгорел. Играть приставки... И так, в этот момент настал кинескоп так и сгорел. Помнишь, когда были сеги? Да. Такая была история, реально, что... Типа, или я слепу, как... Не играй на компьютере, можешь ослепнуть. Да. Или не играй в приставки, потому что сгорит кинескоп. Окей. Ну, видишь, это попадание в юмор, который вот в наше детство. Ну, вот сейчас, например, молодежь не сильно... Ну, я не понимаю. Ну, типа там, 16-летний человек, что? А чем будет? Угу. Не хай весь мир подавшит, пока я рвала гол забьет! Хе-хе-хе. Не, молодой. Эй, кульчик! Что? Что? Пишина! Пап, я ей! Хорошо выкрутился. Хе-хе-хе. Ну, это отличие. Блин, ты понимаешь, что у нас реально позволяет так шутить? Да. Потому что в том же Каблоэне невозможно так пошутить. Ну, типа... Хорошо, что у нас есть такая история. Это очень смешно. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Если бы тебе сын пришел на финансы, я гей. Эээ... Я не знаю. Эээ... Ну, это... Ты же понимаешь, уже было бы лет через, там, десять-пятнадцать. Поэтому... Я бы... Я бы удивился, конечно. Я бы, знаешь, прикололся, если бы мой внук был геем. Хе-хе. Потому что... Потому что, например, я бы мог сына подкалывать. Слышь, что сын пи***? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну, то есть, как бы, ты вроде не пережил это. Ну, типа, сын нормальный. Хе-хе-хе. А у него сын... То тоже нормально. Да. И ты вот подкалываешься. Ну, что там твой сынок? Максим. Подвигайся, я походу до тебя. Хе-хе-хе. Отлично. Отлично. Класс. Хороший номер. Очень сильный номер. Да. Смешно очень. Но здесь должны все судьи стать. Я надеюсь. Это отлично. Смешно. Но они сильнее предыдущей команды выступили. Сто процентов. Ой, спасибо, пожалуйста. Жена. Алло. Надюха, я прямо сейчас в кадре сижу. Смотрим виду смека. Мы с Пазиком смотрим. Надь, сейчас когда-то тебе дойдет, я буду говорить, что ты очень смешная. Уважаемый следует жюри 30 секунд. Один балл, Ласточкин, два. Три баллов, Жека, 400. Есть, есть. Есть. Так. Привет тебе, Надь. Спасибо. Спасибо. Шесть баллов. Как мы говорим? Млека. Да. Интернет-провайдер. Непронет. Номер телефона. А Млеку, причем, я написала девочка одна из моих знакомых. Помогала. Спешите? Угу. Настольный футбол, всякие игры. В общем, скучно не будет. Все? Главное, что все бесплатно. Я первый раз вижу не в командном случае. Они молодые. В этом году на уровне со старенькими командами много молодых. Затем будут шутки. Парочка на Баклана. Парочка сил... Мне нравится, что кстати Стас Баклан стал студио. Да. Мне он нравится как актер, и он очень хорошо себя проявляет в принципе. Чуть видно, что чувак с юмором. Чувак. У-у-у-у. Веселей, ребятки, млека на сцене. Слушайте, идем на выступление. Под подъездом валяется бомж. И такой говорит нам, фигачте. Но мы думаем, если этот парнишка в нас есть, то есть. Ты понял? На самом деле, мне кажется, что ребята писали эту шутку, и она должна была бы сработать. Если бы там было слово «нифигачи», это чисто ради юмора. Типа, пародируя бомжа, тогда это была бы, типа, вот она работа, типа, матюк, пародия на бомжа, все классно. Это смешно, это шутка, я тренер, я знаю. Хорош. Отличный выход. Лучший в этой команде. Да, да. А вам не показалось, что наш тренер тоже хочет выступать? Кто-то сказал актер! Я тебе честно скажу, мне кажется, что это нечестно, вот по отношению к... Хорошо, если там, например, артист, типа, ну, певица, например, там, Полякова, Нали, например. Но если ты даешь шутки еще и актеру, то он просто всех убивает сразу. Потому что если актер и со смешной шуткой, то это лучший вариант для команды. Ну, поэтому надо воле с Надей гораздо больше прилагать усилий. Хотя, я думаю, что, знаешь, вы столько выступаете, вы столько общаетесь с людьми, что вы тоже актер. Ну да. Вы же играете в клипах. Но мне кажется, все равно это нечестно. Опыта больше. Да, 100%. Игра уже 100% профессиональная, да. Игра 100% профессиональная уже сразу актерская. Короче, исключить его из Лиги Смеха. Ну да, это нечестно по отношению к артистам, понимаешь? Все, мы решили, что Стасу Бакланову, потому что он профессиональный актер, народный артист, не место в Лиге Смеха. Извини, Стас. Вы никому не интересны. Только все на нем завязывали. Пришли смотреть на Бакланов. Смешно. Он такой, слишком сложный и быстрый юмор. Да. Короче, пропал дед, и я как законопослушный... А хороший, но еще такой... Надо переваривать, а уже идет дальше. Приезжайте, через час перезвонят, говорит, не могу найти ваш дом. И тут появились сомнения. Как раз. А дома ли я? Ну прикольно, и что в итоге? Я дома, мы едем на улице, дед в кладовке. Это очень похоже на стиль стендапа, мне очень напоминает, но разложенный на троих людей. Типа грубая. Охранник супермаркета, у которого вчера был секс. Я не понял, зачем вам бутылка, если секс был вчера. Он пронес. А, он настолько спокоен. Играйте сами. Будете играть? Буду. Кого? Всех. А, это была вообще не бутылка. Стас добивает, что-то не смешная шутка, поэтому сейчас он сыграет всех. Лирический этюд. Нет, раньше. Отлично. Страш. Продуктовой лавки. У которого наметнее был... Агильтеполь. Я вижу все, ты вор. Ты вор. Мою. Это хороший выход после их сценки, но не слишком длинный. При всем его офигенной игре, он очень крут. И он вытягивает данный случай, но это очень... Ну, знаешь, такое ощущение, что лишь бы команда не выступала, а он сейчас... Ну да, но здесь он спасает, на самом деле. Просто... Слушай, ну как для первого выхода, это замечательно. Все правильно показано. Актер, актер, монолог, монолог, все. О, 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 о. А что у нас есть? У вас есть актер! Ну, это же, знаешь, типа стендап-скетч-шоу. Это вот прям прикольно для какого-то скетч-программы. Потому что реально юмор можно переместить в сценки, какие-то телевизионные. Было бы неплохо. Да. О, Винницкий. Вот знаешь, при всей моей любви к Винницким, я хочу сказать, вот сейчас их лучшее время. Потому что когда я смотрел КВН, еще когда был... Ну, мы все, в принципе, приблизительно ровесники, но я тогда был не сильно известен и смотрел КВН. И для меня команды делились на смешные, не смешные и Винницкие перцы. Отлично. Потому что... Потому что это отдельный юмор? Ну вот, он как бы, знаешь, был непонятно, почему они вообще куда-то проходят тогда. То есть для меня это был очень странный юмор и очень старый, хотя они были молодыми. И очень, типа, блин, местами политический чересчур. Сейчас они сделали какую-то... Они, видимо, расписались круто, хотя я не сценарист и не автор, но они расписались круто. Они на такие современные темы начинают шутить, хотя тоже присутствует политика. Но это все так вкусно они подают, что им респект за апгрейд их. Ну, ты так их разрекомировал, а давай посмотрим. Здравствуйте, Винницкие. В образе Гурченко, или? Угу. Какатка популярность! Хорошо сняла вообще. Но я вижу, вам это слово пока не знакомо. Да, окей. А Любовь в голове вообще один из моих любимейших фильмов. Я еще убивать буду! Окей. Винницкие, я не мотивирую вашу мать. Юлька, ты? Я! Что там таки? На силу ют! Кто? Микола! Какие сыночки? Свободеню! Свободеню! Это еще биле кернисье, или биле килу, скажу! Ай! Все уже! Скорострел! Скорострел! Смешно. Хороший, хороший. Беда! Не требуешь беда! Натанин Абул! Винницкий без политического юмора, это не Винницкий. Да. У нас очень похожие реакции с судьями. Я смотрю и понимаю. Могли бы и мы там быть. Да. Могли бы спокойно. А ты участковым в припад. Ты что, мне не надо и наручить, я боже! Ну не надо было так тратить! Ну что? За рефрение швачку с участковым. Угу. Ну, не самое сильное выступление пока у них. Я просто думал, что где-то посерединке они с песней спели. Я думал, все, можно... Ну неплохо, но не прям мощнямба. Фу! Черевня! Они пытаются максимально придерживаться заданной темы. Ну, типа это и неплохо. Но не высший балл, как для меня. Но нужно дать Оле должное, что она вообще за время провождения в Лиге смеха очень выросла. Как артисты, как комик. Как артисты, как певица. И просто красивая женщина. А не знаешь, что ты команда пошла? Нет, первый раз ты ее видишь. Это новая тоже опять команда? Чувак, мой коляски. И причем с молодец, с офигенным чувством юмора, в плане того, что он позволяет шутить над вот этой всей ситуацией и смотрит на мир сквозь смех, а не сквозь грусть. И это очень круто. Это похвально. В предыдущих сезонах были команды. И самое главное, что на них эту команду выбрали, когда смотрел фестиваль, не потому что, знаешь, жалко, а потому что реально смешно. Что касается этой команды, мне кажется, что мы будем выезжать именно на Юре. Ну вот как бы выезжать. Готовы? Да. Погнали. Игорь, ну какой погнали? Ребят, давайте на дорожку присоедуем. Давай, давай. Хорошо. А мы с женой проживаем в однушке, где бьет с нами тоже живет. Между нами он спит на подушке. Хлопает коленки. Песню нам отдает. Нет такой детки лишний, как сперва показала. Да. Мне кажется, самый тяжелый формат юмора – песеный. Потому что бьет песню смешной. Да. Нормальный футбол. Я что, зря ему что ли кроссовки подарил? Кстати, Юрец, как кроссовки? Ни шмот не натирают. Я тебе больше скажу, на ноге вообще не чувствуюсь. Это же круто. Да, да. Это круто. Он молодец большой. Да. Так Юрец. Блин, ну это круто. Я вообще люблю очень черный юмор. Но знаешь что? Мне кажется, нашему человеку реально тяжело переступить через эту всю историю, чтобы шутить над чем-то вот так вот серьезно. Это как, знаешь, как проблема в Америке с чернокожими была. Типа, что черный может шутить над собой, а белый над черным не может. Кстати, офигенный мой один знакомый, Косяков Денис, после вручения Оскара, записал ролик и сказал, что когда главная актриса получила Оскар за лучшую женскую роль, она вышла и сказала, я попрошу всех женщин, сценаристок, актрис, художниц, монтажеров встать сейчас. Потому что это наша премия. Типа феминистическую тему загонять начала. И все встали, хлопают. Говорит, я не понимаю, зачем это делать. Это уже переходит все границы. Потому что вот представьте, вот она вышла, все женщины встали, все похлопали. Молодец, феминистка. Выходит черный актер и говорит, спасибо, это моя награда, я сейчас прошу всех черных сценаристов режиссеров встать. И все будут хлопать. И говорит, а представьте, белый выходит и говорит, ребята, давайте все белые сценаристы. Все сразу скажут, ааа, да, свэйсис, да. И это, ну, это круто. Поэтому мне кажется, что каждый человек имеет право шутить на разные темы. И вот такой Юра дает старт для классных шуток. Это правда, да. Он молодец, что он вывозит на юморе. Это похвально. Подождите, а что у вас только двое? Где все остальные? А всех остальных на СТБ собрали? Максимально шуток, просто прям по грязи пошли. А вы еще остались? А мы не соромимся своего тела. Ага. Добили, отлично. Иногда хирурги отдают пациентам то, что они у них вырезали. Итак, представьте себе Борис Апрель. Боря. Все, все, вот здесь шутка, хорошо. Мой, мой Борька. А ты как, общаешься с ним? Нет. С ней? Я потерял с ним связь еще года через три после окончания проекта. Связь реальность? Потерял некоторые свои... Не, он уже совсем недавно. Ну, слушай, тоже, кстати, это очень интересно. Он тогда был андрогином, и для всех это было неожиданно. Я считаю, что провтыкали момент. И можно было на этом так круто выехать. И провтыкали момент с его вот этой андрогинностью. И сейчас он, значит, первый такой, не постеснявшийся, вышивший. И сказал, что вот я такая. Посмотрим, что с этим будет. Потому что у нас страна жесткая, еще не привыкшая к таким поворотам. И если бы он хотя бы мог... Вот если бы он научится смеяться, кстати, над какими-то оскорблениями глупых людей, ему будет только плюс. Как, например, вот главный генерал команды. Я думаю, что можно было 100% его посадить. Если они дойдут до стэма... Или найдут его, да. Братан, если они дойдут до стэма, я надеюсь, что он у них выйдет в стэме. Потому что... Он? Она. Да. Очень плотный юмор. Прямо вообще насыщенно все хорошо. Я бы сказал, что все шутки сработали. Ну и зал, видишь, как принимает прямо мощно. О, Ворогушек, Харьков, это вообще... Это... Это одни из моих любимчиков. Я вот люблю такой конченый юмор. Который вообще никуда не натягивается. Посмотри на них. Алло. Вот это, кстати, единственный пока, который вытягивает рекламу, ну вот эту спонсорскую и заставки. Да. Понял? Юмор. Вот ни на чем. Вот на всем подряд. Все, что можно, блин, все туда. И это очень круто. Откуда такая растяжка? Йога и алкоголь. Я в Макула. Не, ну молодец, что играет с ними в их юмор. Это очень круто. Олег! Олег! В моем-то доме! Приоткрывает музыку. Просто вот везде все работает то, что заявляли заранее. Нельзя забывать об этом. А что, Олег? Что Олег? А что? Что просто? Влад Ямакула! Мы неуверенная толпа крестьян! Мы неуверенная толпа. А? Да! Ну тогда извините! Привет до вечера! Ты видел кого он красивый! Я снова ослеп! Это пюре. Это пюре. Это пюре. Это пюре. Поздравляю вас, Влад! У вас три пюре, и вы проходите дальше! Куда? Жюри! Пожалуйста, жюри! Блядь! Вам ничего не страшно? Страшно! Что? Кошки! 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 Он просто его запускает на ромячих кошках! Спешите языка! Кошки! Отлично! Браво! Отлично! С вами был Влад Ямакула и Народный театр Ассорда Воробушек! Это круто! Мне кажется, по одной стороне, кажется, легко по-дебильному щутить. Да. Но с другой стороны, соблюдать во всем этом линию очень тяжело. По крайней мере, это самый современный юмор из всех, которых команды видели. Вот у них самый современный. О! Надькины! Отдыхаем вместе! Надя очень смешна. Она сейчас будет? Да, это ее команда. Класс! Но вот самое интересное, это правда. Я не очень понимаю эту команду. Отдыхаем вместе. И я не понимал, почему Надя их выбрала. А потом посмотрел, они реально делали упор на нее. И поэтому она же добрая. Ну, мне этот юмор, типа, кажется немножко устаревшим. Если мы сравним поворобушек и отдыхаем вместе, то, конечно, это классика. Назову это классика. Классический юмор. Да, реально. Классический юмор. Он хороший, но просто мне он не заходит. Чтобы снять проклятие, вам понадобится сварить елье и положить туда сломанную лапку о жвелье Диадемо. Ага. Надя! А вы уже все обшутили, связанные со сломанной лапкой о жвелье Диадемо? По-моему, да. И ты знаешь, мне кажется, у вас такая же ситуация, когда я слышу шутки о том, что, типа, у Нади муж Дантес, а я Пушкин. Да. У нас, знаешь, кто из вас время, а кто из стекло. Да. То же самое, да. Тебе когда они спрашивали, а где Надя? Конечно, спрашивали. Раньше спрашивали, а где Олейник? Ага. А где Надя? Ну, это как бы, во вселенной. Да. Ну, просто я иду реально в супермаркет. О! Привет! А где Надя? А че? Откуда я знаю Дианю? Если мама ее или... Так и мама не всегда знает Дианю. Сломанная лапка, ожерелье, деды. Отдыхаем вместе, ты мир Надя, не проблема. Рвать сезон! Рвать сезон! Вместе пути мы рвать сезон! Я видел этот номер и... Знаешь, какая-то пиратская фанера такая же была. Да, ну, конечно, и нарезанная. Попросили, дали бы нормальную версию. Мне, кстати, кажется, что они здесь не добили вот эту шотку, когда Надя, типа, рвать сезон! Рвать сезон! Мне надо было, мне кажется, ему сказать, чтоб она дальше пела, еще типа, рвать сезон! Да. Мы все позже. Да, все понятно, да. Ты будешь рвать сезон. Да ну вас! Ну хоть слава пацана! Валера, он же за то же не видал! Ох, понти! Понти! А, ну, людям нравится. Да. И я понимаю, что вот нам нравится воробушек. Ну да. А люди не понимают. Тут наоборот. Тут нравится людям этот юмор. Да. Ну он реально, он понятный. Он понятный и он близкий просто. Классический юмор, типа, для... Да. Для всех. Просто, может, мы слишком много смотрим? Может, мы просто... Может, мы тупые? Да. Да. А белый лебят на фруту! Бой ты кроссочки. Лакает воду бороду. Бери фотки, идем на пыльку из-за сети маму шугать. Так она ж на работе. Не забирай людей книг! Айзами жарай! Да. Мне кажется, что они могли давать больше. Типа, просто все что-то играют. Угу. Из... Суги. Да. А Надьке не дают, типа, играть. Хотя она вот отыгрывается у каждого. Это не потому, что она моя жена. Она могла в любой миниатюрке сыграть, на самом деле. Не потому, что она моя жена, а просто... Да. Сто процентов. Это не то, что она твоя жена и потому, что она моя напарница. Понимаешь? Но реально она вытянула весь этот момент. Типа, певица, ну что, она ж не пишет. Пусть играет сама себя, а мы типа... Пацаны, давайте больше возможностей, Надя. Да. Еще удивитесь. Вылетела команда Млеко. На самом деле, я считаю, что у них офигенное будущее. И им стоит пробоваться в следующий сезон и участвовать в других лигах, в кубках, если я не знаю, как по правилам могут или нет. Потому, что это молодой юмор, они выпишутся и будут реально крутыми. Просто и зритель должен как подрасти и поменяться, не знаю, этот молодняк вырасти и стать платежеспособным, чтобы ходить на концерты. Ну правда, зато, знаешь, мне нравится, что очень много, как ты сказал, молодого юмора. Нового, интересного. И мне кажется, что у этих команд огромное будущее. Как любящему мужу, главное, чтобы Наде давали больше актерской задачи. Потому, что она и готова смеяться над собой, и готова играть, а она это и делает. И все остальные члены жюри реально профессионалы, которые точно так же круто играют. Яма, сказ, как они вообще себя показывают. Прямо круто. Я, потому, что мы за молодой юмор, поэтому всем молодым дороги вперед. Давайте, обновляйте вот эту старую кровь. Делаем как, знаешь, как в этом у Rolling Stone, почему секрет Кид Ричардса и всех остальных. Потому, что они после своих жестких трипов переливали себе кровь. Поэтому... Я это делаю каждый день! Лига смеха, обновляйся! Ты крутая. Да. Это был позитив Леша. Это был Вова Дантес. Бум-бум-бум! Бум-бум-бум!